Это 146-й день, день украинского противостояния, полномасштабной агрессии Российской Федерации, которая началась 24 февраля 2022 года. В начале каждого часа мы говорим о потерях России в этой войне, не спровоцированной против Украины. По состоянию на 19 июля 2022 года уже погибло представителей личного состава Вооружённой Силы Российской Федерации 38 550 человек. Уничтожено почти 1700 танков, боевых бронированных машин 3892. Добавлю, что гордость российской армии, это самолеты и вертолеты, их уничтожено по 220 и 188 единиц. Соответственно, напоминаю, это данные от Генштаба Вооружённой Силы Украины по состоянию на 19 июля 2022 года. И по данным Генерального штаба, наибольшие потери российская армия понесла на Краматорском направлении. Также известно, что сразу два склада боеприпасов и техники российских военных горят на оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование ЮГ. Вооружённые силы Украины точными ударами уничтожили скопление техники россиян. Предварительно уничтожена комплексная аппаратная связь, 11 единиц бронированной и автомобильной техники и более 60 человек личного состава. 300 военнослужащих дагестанцев из части, дислоцирующейся в Буйнакске, это Дагестан, самовольно, не дождавшись увольнения, сложили оружие и уехали из Украины. Об этом издании у Moscow Times рассказали двое правозащитников. Как пишет средство массовой информации, военнослужащие утверждали, что у них были проблемы с обмундированием, а также с вооружением. По словам правозащитников, сейчас солдатами занимается военная прокуратура, так как военнослужащие отсутствовали по месту службы более 10 дней. Президент России Владимир Путин отправляет на войну в Украине представителей нацменьшинства и всячески пытается избежать всеобщей мобилизации в стране. Так считают аналитики Института изучения войны. Не перестают российские войска наносить ракетные удары по всей территории Украины. За время полномасштабного вторжения армия противника выпустила по мирным украинским городам более 3000 ракет. Подробнее ситуации в стране на 146-й день войны России против Украины в следующем материале. Поврежденные или полностью разрушенные дома, уничтоженная инфраструктура, пострадавшие мирные жители. Это последствия очередного обстрела российскими войсками Николаева. Накануне по городу противник ударил из реактивных систем залпового огня ураган кассетными снарядами. Пострадали двое мирных жителей. Обстреливают российские военные и Николаевскую область. Накануне после очередного прилета загорелось поле с пшеницей. Спасателям уже не в первый раз приходится бороться за урожай. Местные власти также считают, что в регионе работают корректировщики огня, которые помогают противнику наносить точные удары. Я буду платить 100 долларов каждому, кто наведет на наводчика, то есть для того, чтобы выявить реального человека, который наводит. Это не просто там нельзя будет свести счеты с кем-то, там будет четкая инструкция, видео, кто чего, телефон, подтверждение. Мы сейчас со службой все проработаем, но в принципе можно уже присматриваться к негодяям, которые помогают русским. Шесть мирных жителей, среди которых один ребенок, пострадали в результате обстрела в российскими войсками Одесской области. По ней выпустили семь крылатых ракет типа «Калибр». Одну сбило ПВО, но шесть ракет попали по частным домам мирного села. В результате попадания произошло разрушение и возгорание трех частных домов и двух дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных домов, автомобили, школа, дом культуры. Пожар на площади 300 квадратных метров оперативно ликвидирован. Привлекалось 95 спасателей, 16 единиц техники. Сергей Брачук, спикер Одесской областной военной администрации. Не прекращаются обстрелы и в Сумской области. За прошедшие сутки российские войска выпустили по населенным пунктам более 150 мин и снарядов. Ранены два человека. Били из минометов ствольные и реактивные артиллерии. Также россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов. В результате одного из обстрелов есть существенные повреждения и пострадавшие. В половине второго россияне ударили из градов по Белополью. 40 вражеских снарядов повредили 16 частных домов, мирных жителей, хозяйственные постройки и транспорт. Дмитрий Живицкий, глава Сумской областной военной администрации. Накануне российские оккупанты атаковали Торец в Донецкой области. Один из снарядов попал в двухэтажный дом. В результате погибли шесть человек. Двоих удалось спасти. В Луганской области российские оккупанты пытаются атаковать сразу по нескольким направлениям. Однако безуспешно. Украинские военнослужащие сдерживают противника. Тем временем, чтобы пополнить ряды кремлевского войска, российские военные мобилизуют жителей оккупированных территорий Украины. На оккупированных территориях мобилизируют всех, кого видят. Если раньше те, у кого были деньги, могли откупиться от местных военкомов, то сейчас там отрабатывают россияне в пиджаках. Служба безопасности. У них есть адреса тех, кому раньше удалось отсрочить собственную гибель. Выманивают мужчин из убежищ выгодными предложениями по работе. Открывают привлекательные вакансии. На фронт отправляют даже ввезенных по уголовным статьям, как в Волчевске. Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации. Несколько артиллерийских ударов нанесли российские войска по Харькову. Прилетало в киевский район города. Пострадала только гражданская инфраструктура. Частично разрушены два жилых дома. Повреждены два этажа многоэтажки и крыша соседнего дома. Оконные рамы и автомобили. В ходе проведения осмотра места событий было выявлено 4 места взрыва от артиллерийских снарядов. Вероятно, калибра 152 мм. Достаточно мощное оружие, у которого большой радиус поражения как на открытой местности, так и в помещениях. Тем временем украинские военнослужащие ликвидировали около 38,5 тысяч российских оккупантов. В Генштабе Вооружённых сил Украины сообщают, что ситуация на линии фронта хоть и остаётся сложной, однако её контролируют украинские военнослужащие. «Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряжённая, но полностью контролируемая. Важным фактором, способствующим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 «Хаймарс», наносящих прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива. Валерий Залужный, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины. Марьяна Кречет, специально для информационного марафона «Фридом», телеканал «Юэй». Вы смотрите марафон «Фридом», в эфире телеканал «Юэй». Денис Пахилов, Каролина Король в этой студии. И далее мы переходим к следующей теме. Какие возможности западное оружие даёт украинской армии? Несколько десятков складов российских оккупационных войск на временно захваченных ими территориях всего за две недели уничтожили украинские военные. Это позволило значительно снизить интенсивность обстрелов и позиции Вооружённых сил Украины на передовой и украинских населённых пунктов. Всё благодаря новому вооружению, которое западные страны предоставили Украине. И в ближайшее время поставки современного вооружения должны продолжиться. Какие возможности это вооружение даёт украинской армии – далее в материале. Так, 13 июля взрывались боеприпасы, которые российские оккупационные войска привезли на импровизированные склады в Новой Каховке. Этот склад находился тоже на юге Украины на временно оккупированных территориях. Теперь его там нет. Как и складов с российскими боеприпасами в Ирме на Луганской области. Они взорваны. От построек ничего не осталось, только фрагменты уничтоженной военной техники. Видео с уничтожением складов и командных пунктов российских оккупантов в соцсетях появляются ежедневно. Всё это – результат работы американских систем ХИМАРС. Такие удары по складам оккупантов могли снизить активность российской артиллерии, считают в американском институте изучения войны. Интенсивность обстрелов российской артиллерии в направлении Славянск-Бахмут в ближайшие дни может прояснить, в какой степени снижение интенсивности было вызвано оперативной паузой или результатом украинских атак. Из аналитической сводки Института изучения войны. Сейчас украинские военные имеют снаряды для установок ХИМАРС, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров. Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что партнёры таки поставят и более дальнобойные снаряды, которые бьют на 300 километров. «Я думаю, это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их оружие и точно попадать в цели. И получаем больше оружия, да ещё с более длинным радиусом действия». Алексей Резников, министр обороны Украины в интервью Financial Times. На днях от Великобритании Украина получила ещё более мощное и дальнобойное оружие – реактивной системы залпового огня М270. А украинские военные уже прошли обучение. Теперь начнут проводить полевые испытания. «Учимся попадать. И, как видите, это нам удаётся». Правительство Швеции предложило передать Украине дополнительное оборонное вооружение, в частности, ракетную систему «Робот-17». Польша планирует предоставить более 200 улучшенных танков РТ-91. «Поставки оружия необходимо ускорить. И это знают все наши друзья и партнёры. Многие работают над тем, чтобы это произошло. Соединённые Штаты продолжают возглавлять эти усилия. И мы высоко ценим то, что они делают. И современное вооружение, тяжёлое вооружение, которое они предоставили Украине, а именно реактивные системы залпового огня Химорс». Всё это уже способствует тому, что в войне развязанной России против Украины наступает переломный момент. То есть мы уже видим, что России, по сути, уже нечем ответить на Химорс. Потому что Химорс – это не статичная цель, это именно подвижная. А Россия, как мы видим, в ходе нынешнего вторжения не умеет попадать подвижущимся целям, разве что по каким-нибудь колоннам, которые едут в пределах досягаемости ствольной артиллерии. Руслан Левиев, глава независимой организации «Конфликт Интеллидженс Тим» в интервью Настоящему Времени. Чтобы избежать спекуляций на теме поставок западного оружия, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил создать Временную комиссию, которая будет контролировать его использование. «Парламент как законодательный орган должен быть привлечён к контролю оборонной помощи союзников. Наша цель – максимальная прозрачность, насколько это возможно в условиях военного времени. Всё полученное западное оружие находится на учёте и отправляется на фронт. Всё чётко контролируется, и теперь этот процесс станет ещё более открытым». Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, в Телеграм. Дальнобойное западное оружие уже способствовало сокращению числа погибших среди украинских военнослужащих. Благодаря дальнейшим поставкам от союзников в ближайшее время вооружённые силы Украины надеются достичь ещё больших успехов. Наталья Гусак, Владимир Штенгилов. Специально для информационного марафона «Фридом» телеканала «Юэй». Мы прямо сейчас продолжим обсуждать эту тему с Олегом Ждановым, военный эксперт. С нами на прямой связи. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников уверен, что через некоторое время вооружённые силы Украины уже получат снаряды для ракетных систем «Хаймерс», которые способны поражать цели на расстоянии 300 километров. Вот как получение таких снарядов изменит ход войны? Как это повлияет на ход войны? Ну, оно кардинально меняет. На сегодняшний день, кстати, вот в сети уже ходит карта, рекомендую её загуглить, посмотреть, что российские войска вынуждены отводить свои склады от линии фронта на глубину более 70 километров. Станции разгрузки, доставки техники и вооружения, и боеприпасов, и ГСМ, они отводят на глубину более 80 километров. А российская армия, она не может воевать без железной дороги. То есть плечо подвоза, минимальное плечо подвоза составляет где-то 60-70 километров боеприпасов, топлива, продовольствия к линии фронта, что очень сильно сказывается на боеспособности частей на переднем крае. Мы вскоре можем показать эту карту, чуть позже, буквально, как поменяется ситуация. Давайте так, 300 километров, но тем не менее, господин Резников, министр обороны Украины, он говорил о том, что Украина не будет бить по целям на территории Российской Федерации. Это, скажем так, такое слово, да, под которое давали Украине, в том числе, хаймарсы и многое другое. Давайте так. Тем не менее, уничтожение складов, оно, как вы говорите, оно повлияет непосредственно на ход войны, ход военных действий и многое другое. Есть ли у Российской Федерации силы и способы быстро восполнять вот те склады, которые уничтожаются украинскими силами? Нету, конечно. Дело в том, что чем дальше склад от линии фронта, тем сложнее строить логистику. Вы же понимаете, одно дело, когда, допустим, в 20 километрах разгружаются вагоны, и прямо в машины везут, допустим, боеприпасы на огневую позицию для артиллерии. И другое дело, когда надо из вагонов выгрузить на грунт, потом с грунта в машины, потом с машин на огневые позиции, а плечо подвоза 50-60 километров, сколько машинорейсов сделает эта машина и сколько надо людей. Это же физический труд тяжелейший. Тут же про автоматизацию никакую речь не идет. Тут руками солдат перегружаются эти десятки и сотни тонн боеприпасов и других материально-технических средств. Поэтому это очень тяжелая, и это совсем другая логистика, требующая большего количества транспорта для перевозки, большего количества людей для погрузоразгрузочных работ, и, соответственно, большего количества людей для обеспечения охраны и комендантской службы на путях подвоза. Сейчас, кстати, показать карту, о которой вы сказали. Эта карта активно распространяется в различных телеграм-каналах, как могут выглядеть места, где будет дислоцироваться склады армии Российской Федерации. Как раз они отмечены, если мне не изменять память, голубым цветом. Это те точки, где могут находиться как раз. Да, куда теперь они должны вынести вот эти склады для того, чтобы... Это там, где есть совмещение, либо это порты, вот как Бердян здесь пока, либо это станции железнодорожные, где можно выгружать из вагонов. Но дело в том, что на необорудованной полустанке или перегоне ты не выгрузишь из вагона. Очень сложно. Нужна рампа погрузочно-разгрузочная для того, чтобы это обеспечить. То есть это очень сложно. А теперь представьте, если эту дальность нам, наши партнеры дадут ракеты ОТРК «Атакмс». Ракеты типа «Атакмс» оперативно-тактические на 300 километров. Да, я напомню, что когда нам давали «Хаймарс», вот первые поставки разговоров о «Хаймарс» шли, тогда состоялся такой, ну можно сказать, дистанционный и непрямой диалог между президентом Соединенных Штатов и президентом Украины, которым один попросил не наносить удары по территории России, а наш президент подтвердил это публично, что да, мы не будем. Но в пределах наших границ мы полностью можем выполнять эту функцию. Ну я так понимаю, как раз из-за эффективности работы «Хаймарс» и сообщениях о предоставлении Украине МЛРС М270, господин Шойгу, министр обороны Российской Федерации, заявил на начале так называемой охоты на «Хаймарсы». Он дал указание на приоритетное поражение позиций украинских военных, ведущих огонь по целям в Донецкой области. Речь идет, как говорят российские СМИ, о контрабстреле техники большой дайности вооруженных сил Украины Западного как распроизводства, в том числе среди них вот эти прекрасные машины и не только «Хаймарсы», давайте так. Получается, продолжается эта вся история. Кстати, я напомню нашим зрителям, что в СМИ Российской Федерации, в телеграм-каналах, подконтрольным, я уверен, Кремлю говорят уже о захвате нескольких «Хаймарсов», об уничтожении, наверное, миллиарда единиц и так точно «Хаймарсов», но о захвате одного как минимум, давайте так. Исходя из этого, делал логичное предположение, что «Хаймарсы» эффективно выполняют свою работу на фронте и вооруженные силы Украины эффективно используют американское вооружение, западное вооружение против российско-оккупационных войск. Смотрите, есть уже, кстати, информация, что на участке, вот в районе Донецкой области, там от Краматорск со Славянск и фактически на Запорожском направлении, вот на этих двух направлениях есть информация о том, что там прибыл российский спецназ в количестве до 200 человек, который вот будет запускаться как бы охотники на «Хаймарс». Ну, скажу так, что будет война спецназов, это тут не стоит удивляться, они будут охотиться на наших «Хаймарс», мы будем охотиться на их диверсионно-разведывательные группы. Ну, как бы нам проще, мы на своей территории, и у нас задача будет не захватить, а задача уничтожить. Что касается распространения информации по поводу захваченных MLRS, то скажу так, что это фейк до тех пор, пока они не предъявят доказательства. Это также, помните, как они говорили, что некоторые там военные Украины продали две самоходные галбицы «Цезарь», и они уже там в Перми на заводе. Но, правда, потом они отказались от этой идеи, и так никто и не увидел этих галбиц «Цезарь» в составе российских войск. Это точно так же и «Хаймарс». Это больше информационно-пропагандистская работа в плане вбить клин между нами и нашими партнерами. Все машины на месте. Не исключено, допустим, повреждения в результате огневых налетов противника. Это война. Мы от этого никуда не уйдем. Нельзя дать стопроцентную гарантию. Но все установки, пусковые, все галбицы, все на месте. И наши западные партнеры в этом могут убедиться и, думаю, что убеждаются постоянно в ходе ведения боевых действий. Сложно еще переоценить также важность и роль подготовки кадрового потенциала. Так вот, Украина имеет мощный кадровый потенциал. Около миллиона военнослужащих, которые уже прошли этап обучения и слаживания. Вооруженные силы Украины проводят ротацию и готовят специальные подразделения для тактических и стратегических наступальных операций. Об этом в интервью обозревателю заявил экс-руководитель службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маламуш. И вот, по его словам, все озвученные планы России едва ли реализуемы, за исключением возможных частей Луганской и Донецкой областей. Давайте услышим и далее обсудим. Вооружение поступает в Украину уже системнее не по ленд-лизу, а по прямым договорам, заключенным с представителями стран Рамштайнской группы. Это и высокоточные ракеты, и дальнобойные самоходные гаубицы на тягачах, радиотехнические средства, танки-беспилотники. Это техника на уровне пятого-шестого поколения. Технологически это намного выше, чем вооружение, техника и ракетные системы РФ. Химорс показали, какие удары можно наносить в далеком тылу врага. Это 80 километров, морем до 120 и 250 километров. Это предпосылка не только к обороне, например, на восточном направлении на Донецком и Харьковском, но и предпосылка привлечения уже объединенных сил в направлении Херсона и Запорожской области. Николай Маломуш, глава службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов. Из интервью обозревателю. Так вот, мы уже не единожды говорили, что качество вооружения, которое поставляют нам наши партнеры, оно превосходит даже количество, которым владала армия Российской Федерации. А что касается личного состава, качества подготовки личного состава, насколько это превосходит количество? Ну, смотрите, мы переходим от количества к качеству. Вот у нас преимущество над армией Российской Федерации постепенно переходит в качество наших вооруженных сил. Причем не только по технике, но и по личному составу. На сегодняшний день, кстати, можно констатировать, что школа обучения у нас налажена уже на уровне такого, я бы сказал, конвейера. Дело в том, что мы постоянно обучаем личный состав, постоянно на постоянной основе обучаем личный состав на территории стран-партнеров. Туда люди прибывают, назад они убывают. И назад они уже и бывают практически с техникой. То есть они обучаются, получают технику и прибывают в Украину уже не просто обученными работе на этой технике, а уже вливаясь в состав подразделений вооруженных сил и частей вооруженных сил Украины. Но еще есть процент людей, которые после обучения, они не идут на фронт, они остаются в учебных подразделениях. И мы уже начинаем организовывать сегодня процесс массового обучения наших военнослужащих на западные вратцы вооружения. Начиная от стрелкового оружия, которое нам поступает, заканчивая тяжелыми вот этими системами РСЗВ или РСЗО, точнее, и артиллерии. На продолжении темы обучения украинских военнослужащих российские СМИ распространяют заявление Олега Морозова. Это депутат Государственной Думы Российской Федерации в интервью одному из агенций России. Он обсудил там идею трехмесячного обучения вооруженных сил Украины, представителей ВСУ, на пилотирование американских самолетов, на которые в том числе Конгресс США выделял деньги. Я зацитирую вот этого персонажа. Во-первых, это означает, что раз учат на американских самолетах, то рассматривается и возможность поставок этих самолетов в зону боевых действий. Можем ли мы сейчас говорить о том, что если обучение проходит, значит, американские самолеты будут в Украине, также будут эффективно выполнять поставленные задачи перед воздушными силами Вооруженных сил Украины? Да, конечно, абсолютно. Ну, в принципе, смотрите, мы с вами и предполагали, и ранее предполагали, что в любом случае Запад поставит нам вооружение. Постепенно, и мы дойдем до всех образцов. Смотрите, мы когда-то начинали с чего? Начинали с стрелкового оружия, гранат, ручных гранат, противотанковых ракетных комплексов, типа там «Джевелин», «ПЗРК», «Стингер». А сегодня мы уже ведем речь о том, что официально наши пилоты обучаются в Соединенных Штатах и готовы учиться, точнее, летать на западных образцах самолетов. Так что вопрос появления тут F-15 или F-18, скорее всего, потому что F-16, он послабее и понежнее такой самолет. Поэтому думаю, что, скорее всего, речь идет о F-15 и F-18. Так что появление их в нашем небе, я думаю, это вопрос в ближайших месяцах. Вы знаете, российские СМИ, они называют сам процесс обучения. Я сразу же прошу извинения всех граждан Украины за вот эту фразу. Я цитирую. «Американский военно-промышленный комплекс наживается на обучение украинского пушечного мяса». Российские эксперты и журналисты, тут скобки больше, чем, и кавычки больше, чем столы Владимира Путина, называют украинских военнослужащих пушечным мясом, когда обсуждают тему обучения представителей вооруженных сил Украины на американских самолетах. Что вы ответите на подобные пассажи российской пропаганды? Ну, тут, в принципе, мой ответ больше на этот вопрос, наверное, лучше всех отвечает вооруженные силы Украины. Если бы наши солдаты, управляя западным оружием, превращались в пушечное мясо, мы бы сейчас с вами, во-первых, не досчитались кучей техники и вооружения, которые нам поставил Запад. А во-вторых, не было бы таких успехов в плане нанесения огневого поражения войскам противника на всех направлениях. Но, смотрите, за две недели использования больше 30 складов, порядка пяти командных пунктов уровня дивизии армии, порядка пяти воинских частей, это все уничтожено за счет западного вооружения. Даже западные партнеры признают, что качество работы артиллерии вооруженных сил Украины на порядок лучше и выше, чем качество работы артиллерии России. Пока был неистекаемый источник снарядов у российской армии, тогда, да, их артиллерия имела преимущество и за счет огневого вала или выжженной земли, тактики выжженной земли, они могли достигать каких-то успехов на линии фронта. Сегодня наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу, у России не хватает боеприпасов, а у нас с наименьшим числом боеприпасов мы наносим огневое поражение противника. Также хотела затронуть тему контроля вооружения и предоставить еще информацию о том, что Пентагон не видит признаков того, что оружие для Украины ушло еще куда-то, кроме борьбы с Российской Федерацией. Об этом Министерство обороны Соединенных Штатов Америки сообщает на своем сайте. Ведомству подчеркнули, что Украине передали 12 «Хаймерс», и 8 из них украинские защитники уже используют. Также известно о том, что Андрей Ермак говорил о создании временной следственной комиссии, которая будет осуществлять контроль над вооружением, которое передают нам западные партнеры. Ну, заинтересованность Украины осуществлять контроль над вооружением, которое мы ждем от западных партнеров и которое нам предоставляют, в принципе, я думаю, это даже и обсуждать не стоит. Как вы считаете, кем главным образом будут использованы выводы этой комиссии? Смотрите, насколько я знаю, самая последняя информация, это то, что Соединенные Штаты предложили не создавать эту комиссию, потому что они сказали, что у них достаточно штатных контролеров, которые находятся в том числе и на территории Украины, для того, чтобы полностью видеть всю схему поставок вооружений, начиная от захода этого вооружения в Украину, заканчивая его использованием в зоне ведения боевых действий. Вот таковая была информация. Комиссию тоже, Ленин когда-то сказал, хотите запутать дело, создайте комиссию. Когда их много, это тоже может быть вредно, когда контролеров слишком много. Поэтому, я думаю, раз Соединенные Штаты четко уверены в том, что все идет по плану, раз мы не, ну, будем так говорить, нигде не дали повода Соединенным Штатам для каких-то дополнительных расследований и дополнительных контролей со стороны США, значит, слава богу, у нас все соответствует, и дальше мы продолжаем сотрудничество в том же духе, с тем же темпом. Ну, желательно, конечно, темп увеличить, потому что у нас это больное место, скорость, я имею в виду, поставок и их объемы. Но, тем не менее, я так понимаю, что в результате вот этих взаимообмена информацией вопрос недоверия по контролю за поставками вооружений между Украиной и США сводится на дне. Олег, очень важный момент, вы сказали об объемах. Если мне не изменяет память, у Соединенных Штатов Америки 18 сухопутных дивизий. Мы не говорим сейчас о количестве военнослушающих, а конкретно о технике, которая стоит на вооружении у этих 18 сухопутных дивизий. Мы сейчас не вангуем, мы не экстрасенсы, мы не можем предполагать, в будущем будут ли определенные сухопутные операции со стороны Соединенных Штатов Америки настолько массовые, что понадобятся все 18 сухопутных дивизий. Но, тем не менее, техники достаточно. Вот тут как раз вопрос объема. Почему предоставляется вооружение Украине, те же Хаймарсов, 12, там МЛРСМ-270, если мне не изменяет память, 3 единицы будут на территории Украины, первая партия. Почему так мало? Если мы говорим об эффективном использовании вооруженными силами Украины Хаймарсов, Сау-Цезарь, немецких гаубиц, многого-многого другого, где тогда больше? Давайте просто разделим европейский вопрос отдельный, тут как раз американский вопрос. Вот такой техники, которая сейчас на экранах наших зрителей, хочется больше. Она нам необходима. Где она? Почему ее так недостаточно? Смотрите, дело в том, что никто просто так технику не отдает. Технику отдают либо под гарантии, то есть ее замены, и либо под уже непосредственной поставки этой техники. Дело в том, что вот Соединенные Штаты, у них есть особенность. То, что вы назвали 18 дивизий, это примерно постоянный состав, который находится на территории США. Но все военные операции за пределами США проводятся, как правило, на основе резервистов с добавлением регулярных войск. И они снимают с хранения технику, которая стоит на резервную армию у них. И за счет этого резерва формируют группировку войск для выполнения тех или иных боевых задач. Вот поэтому им очень важно, чтобы, отдав нам вот 8 «Хаймерс», вместо этих 8 встало на хранение или было поставлено в части другие 8 установки. То есть надо заполнить этот пробел. Сейчас мы знаем, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов начинает набирать обороты в плане возобновления производства. И об этом уже говорилось неоднократно. Даже нам один из первых заводов показали, когда Джо Байден, президент США, лично посетил завод по производству дживелина. И если вы помните, там шла речь о том, что он спрашивал у рабочих, можете ли вы увеличить, и во сколько раз, по-моему, в 4 раза там предлагалось ему. Они сказали, да, конечно, мы можем, но нам надо несколько месяцев. Вот именно из-за этого объемы и скорость поставок она задерживается. Вместо поставленного вооружения надо его заменить. Либо гарантиями безопасности, либо новым вооружением, поставленным взамен. Ну вот как Польша танки «Абрамс» закупает вместо тех, которые нам отдает. Как Словакия нам передает МиГ-29 взамен на то, что Чехия закроет небо Словакии, пока Словакия не получит закупленные F-16 у Соединенных Штатов. Вот именно эта процедура взаимозамены, она, к сожалению, величайшему сожалению, является основным препятствием к ускорению поставок. Олег, знаем, что у вас не так много времени. Последнее уточнение ситуации с количеством западного вооружения, американского вооружения в составе Вооруженных Сил Украины, она изменится после начала работы Ленд-Лиза? Ну то есть до начала поставок того вооружения, которое будет по Ленд-Лизу, будут восполнены вот эти условные пробелы вооружения, которое останется у Соединенных Штатов Америки? Ну так я думаю, что именно для этого это и делается. И в принципе, наверное же, основные поставки будут осуществлены именно в рамках схемы оплаты по Ленд-Лизу. Почему? Потому что Ленд-Лиз предусматривает массовые поставки в рамках бюджета, который сейчас, скорее всего, просчитывается. А то, что мы получаем сейчас, это грантовая помощь в размере, в объеме вот тех 40 миллиардов, там они расписаны, какая сумма конкретно на что выделяется. И вот поэтому, кстати, и объемы еще могут быть не такие большие, потому что в этих деньгах там заложена не вся сумма на закупки вооружения для вооруженных сил Украины. Спасибо вам, Олег, за то, что присоединились к нашему эфиру. Я напомню зрителям, что Олег Жданов военный эксперт был с нами на связи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok